Эльвира Гусейнова, наш эксперт по стилю, находится в студии. Доброе утро! Доброе утро! И одиноко, но очень красиво висящая дубленка. Она, кстати, мужская, потому что мы с Эльвирой чаще всего говорим о мужской моде. Это и понятно. Хватит уже говорить о женской красоте. Сколько всего сказано. Мы поговорили прошлую пятницу буквально о пальто, мужских зимних пальто. Вот дубленка. Вот вроде бы раньше, понятно, они были популярны. Сейчас дубленок вообще не встретишь на мужчин. Я вам скажу, что вы немножечко отстаете от последних трендов и модных веяний. Сейчас дубленка, а именно вот такого типа, такого кофейного цвета, с бесконтрастным белым мехом, является просто на пике популярности. Я вас поправлю, просто Антона зарплата отстает немножко от трендов. Вот так же, как и моя. Нет, но я вам скажу, что сейчас магазины, ну вот масс-маркета, они, в принципе, хорошо так подстроились и предлагают достаточно неплохие варианты из искусственного меха, очень похожие под натуральные. Именно повторяющие вот этот вот тренд. Они такие светленькие, натуральных цветов, кофейного, масала, такого, знаете, какого-то шоколадного. Но если мы вообще говорим про основной такой тренд, дубленки сейчас, конечно, претерпевают, знаете, такое перерождение. Они на самом деле по популярности сейчас превышают спрос даже, наверное, над пуховиками. Да, то есть те, кто следят за модой, именно сейчас охотятся на вот эту вот трендовую стильную дубленку. Да, конкретно эту все. Ну, если опять-таки посмотреть по каталогам, по журналам, то именно отличительная особенность вот этих вот дубленок, что именно белый мех такой весь буклированный, да, и замша натуральный, то есть видите, который рисует. Причем именно натуральных цветов. Если какое-то время дубленки были интересные, какие-то мозаичные, цветные, неоновые, то сейчас именно вот такие настоящие дубленки, знаете, из 90-х, такие вот, которые объемные. Можно ли сказать, что дубленка искусственная, дубленка натуральная, одинаковые теплые вещи? Нет. Ну, ничего, наверное, по теплоемкости не сравнится с натуральным мехом, да. Во-первых, натуральный мех, он более все-таки греет, это раз. Во-вторых, он более износостойкий, то есть дубленка при правильной ее эксплуатации может вам просто расслужить порядка 10 сезонов, потому что овчина, она, ну, трудностиральная. А если сравнивать с шубой, кому больше повезло, женщине или мужчине? Ну, потому что у женщины это натуральный мех, да, такой богатый, пушистый, скажем так, да. А здесь все равно такой спрессованный и, на первый взгляд, ну, не вызывающий доверия выйти, например, в такой одежде в минус 25. А вот тут я с вами, наверное, могу не согласиться. Здесь, смотрите, это специальная обработка овчины, то есть это особая такая ее порода. Она очень плотная, и за счет вот этой вот плотности она очень хорошо греет. И плюс, возможно, даже ее преимущество перед шубой, если мы говорим о норковой шубе, здесь мех непосредственно к телу. И не продувает, да? Да, то есть, поверьте, она с высокой долей вероятности теплее, чем норковая. Ну, мое убеждение, ну, не знаю, как эксперта, как стилиста, что норковую шубу покупают не с целью утеплиться, а с целью... Показать свою возможность заработать в нее. Ну, по крайней мере, мне кажется, что вот женщины русские, российские, это такая, наверное, особенность нашего менталитета. Должна быть у женщины норковая шуба и вот... Хорошо, а если мы поговорим немного о женщинах, им же тоже есть возможность надеть дубленку, правда же? Конечно. Потому что у них там и модели побольше. И цвет, и цвет, кстати, сиреневый, ровный. Ну, на самом деле, в мужских тоже. То есть, тренд одинаковый, на самом деле, сейчас, что для мужчин, что для женщин. До сих пор. Могут, нет, я имею в виду по цветовой, вот по настроению вот эту дубленку очень хорошо отражает именно то, что сейчас актуальны для женщин. То есть, это какие-то натуральные цвета, они могут быть всевозможной длины. Безусловно, оверсайз, он до сих пор нас никак не отпускает. И дубленки, они должны, как бы, в этом плане тоже должны соответствовать. Они объемные, не по фигуре, да. Но это также светлый какой-то мех или натуральные его оттенки. И это натуральные оттенки классические дубленки. То есть, сейчас мы снова вернулись к дубленке, которая абсолютно ничем не покрыта, да. То есть, это натуральная замша, которая рисует без всяких покрытий, да. То есть, такая... Возможно, даже иногда она какая-то твердая, не такая мягкая. Но это прям классические дубленки. Вот сейчас они очень востребованы. А что можно сюда добавить? Шарф или все-таки просится какая-то шерстяная водолазка? Ну, я бы сюда надела бы какую-нибудь шерстяную водолазку, как показывает практика. Обычно, ну, то есть, такие дубленки, ну, если мы говорим про регион наш, да, они всегда достаточно функциональны. Видите, в них можно прям максимально утеплиться. Ну, то есть, вот, мне кажется, тут даже ничего не требуется, да. Какой-нибудь водолазка, трикотаж, собственно, и все. Но есть, конечно, и другие варианты. То есть, есть различные дубленки-бомберы, которые являются укороченными. Модель дубленки, которая необходима в каждом конкретном случае, зависит от того, какой у вас стиль одежды. То есть, если, например, вы ходите чаще всего в пиджаках, конечно, вам нужна дубленка примерно такой длины. Но также востребованы очень короткие. Для тех, например, кто ходит в джинсах, да, предпочитает такой какой-то смарт-кэжуал стиль. Поэтому здесь нужно смотреть от конкретных обстоятельств. Да, но и не забывать, что иногда, допустим, пуховик, состоящий из пуха и пера, да, стоит намного дороже, чем, допустим, дубленка. Хотя ответа на этот вопрос нет. Как говорится, не ищите логики. Правда же? Они примерно, наверное, сравнялись по цене. Единственное, что, наверное, хотела бы последнее, на чем остановиться, на дубленке. Очень многие производители спекулируют на дороговизне дубленки тем, что якобы есть сертификат качества. А сертификатом они называют КИС. Не могу его здесь вот найти. Да, то есть это условно такая... Здесь нет сертификата качества. Ну вот, да. То есть КИС, он не является... То есть вот эта вот маркировочка, которая зелененькая либо красненькая, она не является подтверждением именно качества. Она является просто таким документом, который нам рассказывает историю изделия. То есть рассказывает о том, кто продает, на какой территории продает, где он ее приобрел. То есть когда он говорит, она с Италии, там КИС сосканировала, там сделано в Китае. Раньше как было сертификат качества на рынках проверяли? Поджог зажигалкой. Лучший сертификат качества, что мой муж ходит уже четвертый сезон. Понимаешь? С носу нет. Верьте на слово. Ну и, конечно же, самое главное, чтобы было по душе. Верно же? Конечно. И не важно, сколько стоит. В общем, поговорили о дубленках. Сегодня мужских с нашим экспертом по стилю Эльвира Гусинова. И вам большое спасибо. И до следующей недели.